И что за картридж? Внешнюю память. Это память на пресеты что ли? Да. Я сказал, что он стоил десятку. Десятку это вот без этого картриджа. Чистый там он копейки стоил. А еще они продавали к нему свои пресеты, свои алгоритмы. Знаете, пресеты, набор пресетов, три или четыре картриджа, он еще пятерку стоит. Вот просто съемный картридж. Всем привет! Сегодня у нас уникальная возможность сравнить железный лексикон 480 с его родным клоном Atoat LX 480. Ну немножко так истории. Вообще всегда существовало две основных компании. Компания Lexicon, которая славилась своими натуральными алгоритмами. Они звучат очень естественно и очень живо. И компания TC Electronics, которая собственно готовила очень музыкальные алгоритмы. 480 Lexicon появился примерно в восемьдесят девятом году прошлого века. И на тот момент этот прибор стоил порядка десяти тысяч долларов в базовой комплектации. И собственно он стал индустриальным стандартом. И все студии, уважающие себя, были обязаны иметь этот прибор. На смену 480 пришел 960 Lexicon. Это на сегодняшний день тоже очень серьезный аппарат. Тем не менее, 480 Lexicon 89 года славится своими натуральными алгоритмами. И стоит на сегодня, на минуточку, не меньше пяти тысяч долларов. Что примерно в десять раз больше, чем плагин от UAD, который является его клоном. Сегодня у нас есть уникальная возможность сравнить эти два прибора. Потому что у меня в студии A стоит железный 480. Здесь у нас стоит Lexicon 300. Но мы будем сравнивать все-таки с 480, потому что это более объективно. Когда вы сравниваете два прибора за пять тысяч долларов и за 500, то собственно вообще хочется понять, а есть ли смысл вообще иметь и тужиться и покупать такой дорогой прибор. Итак, давайте попробуем посмотреть и послушать, что они из себя представляют. Несколько слов о студии B. В студии B у нас консоль Amic Big. Студия построена и принадлежит компании Famine Production. Amic Big. Ближнее поле Yamaha NS10M, так же как в студии A. Среднее поле Genelec 1031. Из оборудования здесь очень большой список, включая аналоговый магнитофон, на который можно писать и барабаны, и вокал, и использовать его в качестве мастеринг прибора для того, чтобы получить хороший ленточный аналоговый звук. 480 Elixicon. Выглядят они абсолютно идентично. Сейчас у вас на экране клон 480. И я поставил все параметры абсолютно такими же, как и на железном приборе. Время реверберации 1.95. Shape 126. Spress 1.79. Size 37. Cut-фильтр 2.86. И пред-дилей 24 миллисекунды. Если я не ошибаюсь. 24 миллисекунды. Теперь давайте сравнивать. Это пресет номер один. Называется он Large Hole. Звучит он вот так. Смотрите, когда я... У меня вот здесь горит соло. Это значит, что вы слышите железный 480. Когда я отжимаю, у вас звучит UAD. Железный. Ну, как вы видите, достаточно похоже звучит. Есть еще такой же клон от компании Relap. Давайте послушаем его. Сейчас я включу Relap. Параметры я поставил практически такие же. Теперь слушаем Relap. Значит, первый у нас звучит Relap. Железо. Relap. Железо. Relap. Несколько слов о том, вообще, что надо слышать. Что надо слушать. Сейчас, когда я вам буду показывать разные приборы, пожалуйста, обратите внимание. Ни на хвосты, ни на отражение, ни на отклик, ни на преддилей. Не надо на все это вникать. А вникайте, представьте себе пространство, в котором вы находитесь. Похоже оно на то, что написано или нет? Ну, Large Hall, это предполагается достаточно большой холл. Соответственно, время реверберации 3,29. И представьте себе, где вы слышите вот эти барабаны. И все эксперименты, которые я буду сегодня делать, слушайте, где вы находитесь. Закройте глаза и представьте пространство. Насколько оно естественно и натурально. Железо. Relapse. Relapse. Закройте. Теперь 480-й. Уад. С точки зрения достоверности пространства, очень все похоже. Ну, чуть-чуть железный, чуть-чуть пожирнее. Железный, может быть, немножко отличается отклик, но в принципе, это очень хорошая копия. С чем хуже всего справляются недорогие плагины или бесплатные плагины? Когда вы начинаете создавать им такие достаточно трудные задачки? Вот представьте себе. У нас сейчас сайз стоит максимальный 37, 37 метров. А теперь я сделаю сайз очень маленький. Я сделаю сайз 4 метра. И то же самое я сделаю на лексиконе. При уменьшении размера у нас и там, и там падает время реверберации. Но теперь длину хвоста, время реверберации я увеличу. Теперь у нас время 3,24, спред 25, сайз 4 метра. Вот так звучит железный. Закройте глаза и представьте, где вы находитесь. Что это вам напоминает? Ну, если вы не догадались, хотя я думаю, что большинство догадались, больше всего это похоже на очень узкую трубу или тоннель. Стенки находятся очень близко друг к другу, но труба длинная, поэтому хвост у вас длинный. Хвост реверберации длинный. Еще раз, похоже на трубу или нет? Попробуйте сделать так. Попробуйте на своем ревербе, который вы используете. Поставьте такие же критичные параметры. То есть, когда у вас очень маленькое пространство и длинный хвост реверберации. И посмотрите, как он будет себя вести. 90% плагинов с такой задачей не справятся. Давайте посмотрим, как с этой же задачей справляется 480 лексикон от компании UAD. Итак, железо первое. Ну и еще один эксперимент. Достаточно похоже, да? Ну немножко все тоже отличается, но в общем-то очень похоже. А теперь давайте попробуем поставить сюда пять метров. И посмотрим, в чем будет разница. И здесь мы поставим тоже пять метров. Первый железный. Труба стала шире. Труба в 2022. Труба в 2022. Внутри. Эта плана была самая работа. Внутри. Рыба было через царевку, Пула в 2022. На уходе. В внутридень. Внутри. 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 ну в целом у от справился с задачей и в принципе все очень похоже и очень достоверно хотя конечно отличие есть не некоторые отличие по алгоритмам по отклику но выводы делать уже вам и делайте выводы сами на этом все надеюсь это видео вам было полезно всем хороших миксов пока